Девушки отдыхают После того, как некоторые пермики начали проявлять к игрушкам нездоровый интерес, просто-напросто снимая их с веток. Вот поэтому нынче на площади и видеонаблюдение, и ограждение. В общем, пока одни пермики радуются наступлению Нового года, другие своими хулиганскими действиями пытаются испортить праздник. Контейнерная площадка, расположенная напротив дома номер 60 по улице Революции, вызывает вопросы и летом, и зимой. Разве что мусор, который лежит на прилегающей к контейнеру территории, разный. Летом это были спиленные ветки, в которых поселились крысы. Сейчас мешки со строительным мусором, которые кто-то аккуратненько сложил в отсеке. Хотя, по большому счету, их здесь вообще не должно быть. Ведь, как известно, мусор, оставшийся после ремонта, жильцы должны сами вывозить на свалку, а не складывать их на площадке наряду с бытовыми отходами и крупногабаритным мусором. Уже третий день подряд перекресток улиц Пермской и Горького частично, напоминает каток, частично водоем. А все из-за утечки воды на коммунальных сетях. В самый первый день сюда приезжала аварийная служба. Специалисты осмотрели место и уехали. Тем временем вода продолжает бежать, заливая окрестности. Все тот же самый перекресток улиц Горького и Пермской, но выглядит он сейчас совершенно по-другому. Никаких водоемов и катков ни на проезжей части, ни на тротуаре. Причем коммунальщики не только устранили аварию на водоводе, но и территорию полностью привели в порядок. Если на прошлой неделе этот участок тротуара был труднопроходимым для пешеходов, то сейчас на нем и следов от той аварии не осталось. Для многих пермяков предновогоднее время – это волнительный момент. Мы устанавливаем новогодние елки, вешаем на них игрушки и ставим под елочками Деда Мороза и Снегурочку. Правда, вот такие советские дедушки сохранились уже далеко не у всех. Но посмотреть на них может каждый – на выставке елочной игрушки, которая открылась в Центральной детской библиотеке имени Воробьева. На экспозиции представлены не только игрушки, но и новогодние атрибуты разных лет – от дореволюционных до наших дней. Здесь можно увидеть ларец конца XIX века, в котором содержались, наверное, украшения на елку, там золоченые орехи и монпансье, какие-то конфеты. Можно увидеть Дедов Морозов разных эпох, сразу послевоенных, хрущевского времени, 80-х годов и конца 80-х, начало 90-х годов. Можно увидеть знаменитый початок кукурузы хрущевской эпохи. То есть тогда, в те 60-е годы далекие, были приняты новогодние елочные украшения в виде различных овощей. Ну и, собственно говоря, та самая знаменитая кукуруза. Дедов Морозов Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок сертификат от турфирмы «Кубань» на речную прогулку для двоих в навигацию 2024 года. До 29 декабря приобретайте путевки на речные круизы со скидкой до 20% на новогодней ярмарке в офисе «Кубань». Ну а свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.